Детский праздник Александра обратилась в нашу программу, чтобы мы провели экспертизу и выяснили, почему чешки вызвали такую реакцию у ребёнка. Сначала обращаемся к дерматологу. В принципе, аллергия на обувь, она относится к разряду контактной аллергии. Детская обувь должна быть натуральной, лёгкой, свободной в носке, не должна плохо пахнуть, то есть издавать каких-то химических запахов. Она должна быть по размеру, ни в коем случае нельзя покупать больше или меньше. Для того, чтобы у ребёнка не было раздражения, даже не новую обувь лучше надевать поверх носков или колготок. Это исключит прямой контакт с кожей и уменьшит риск возникновения аллергической реакции. А чтобы узнать, почему детская обувь стала причиной аллергии, отдаём чешки на экспертизу. Результаты неутешительны. По результатам проведённых исследований этих чешек было выявлено, что в составе их находятся винил ацетат и капроновая кислота. Эти вещества токсичны и при длительном контакте с кожей они могут вызывать аллергическую реакцию. Чем дольше будет контакт, тем более сильная реакция будет. Даже при кратковременном контакте такой обуви с кожей ребёнка возможно покраснение или зуд, как в нашем случае. При покупке любого товара, особенно детских вещей, можно попросить у представителей магазина сертификат качества. Вы точно будете знать, что обувь безопасна. В магазине, где покупала обувь Александра, чек не выдавали. Доказать факт покупки практически невозможно. Поэтому отправляемся в магазин со скрытой камерой, чтобы узнать, что на самом деле там продают и есть ли хоть какие-то документы на обувь. Похоже, что в этом магазине знают, что продают опасную обувь, но это никого не смущает. В свою очередь мы можем дать простой совет. Будьте внимательны при выборе обуви, покупайте её в надёжных специализированных магазинах, где вам и чек выдадут, и смогут предоставить все необходимые сертификаты. В программе «Контрольная закупка» работает телефон горячей линии.